Приветствую вас. Я бы хотел, наверное, начать с того, чтобы вообще определиться с тем, что вы лечить, собственно, собираетесь. Что вы собираетесь лечить, кого вы собираетесь лечить, от чего вы собираетесь лечить. Ну, например, вот, допустим, себя, да? Ну, допустим, просто допустим, себя, да? Вот от чего вы собираетесь лечить себя, допустим? От того, что вам нравятся женщины? Ну, нет, потому что если вам нравятся женщины просто, то есть если, ну, если вы, грубо говоря, нетрадиционный ориентация, да? Вот. Что нет, лечить, лечить это не нужно, это нормально абсолютно. Абсолютно, совершенно и полностью это нормально. То есть в этом нет ничего сколько-нибудь вообще противоестественного и так далее. Вот. То есть здесь, мне кажется, вам нужно расширять свои границы, здесь вам нужно расширять свое мировоззрение, свой кругозор. Потому что, ну, вот, вы рискуете себя поместить, да, в разряд ненормальных только потому, что вам нравятся женщины. Вот. Я не думаю, что это хорошая идея и так далее. Вот. Ага, значит, если говорить о том, что вам нравятся женщины много старше вас. Да? То есть 35 плюс. Здесь, точнее, ситуация немножко посложнее, посложнее, конечно. Потому что вот именно в этом случае можно говорить о том, что да, есть какие-то, есть некоторые проблемы. Есть некоторые проблемы, эээ, с чем? Вот давайте, эээ, сразу определим этот момент. С чем проблемы? Или с кем проблемы? Проблемы с женщинами, которые старше вас, ну, там, грубо говоря, на 15 лет. Да, ну, просто возьмем для округлий. Эээ, если, если женщина старше вас на 15 лет, то вряд ли вы к ней относитесь, эээ, ну, как к женщине. То есть вряд ли вы относитесь к ней, как, эээ, именно к, эээ, человеку, как к личности, личности. Да? Вот. Это я сейчас вообще говорю. Не для конкретно ваших девушек. И, соответственно, получается, что вам нравятся именно такие женщины, ну, в общем и целом, не просто так, а получается, что вам нравятся такие женщины, потому что у вас с ними что-то связано. Что именно связано, да, что именно связано, ну, это вот вопрос, на который нужно найти ответ, конечно же. Потому что, потому что, что это связано, это незавершенные отношения с мамой, это, например, стремление, там, допустим, что-то доказать кому-то, ну, например, той же маме или отцу. Это страх, например, близости с мужчиной. Вот. Может быть что-то ещё, чего, например, я не знаю. Может такое быть? Может такое быть. Соответственно, здесь нужно разбираться. Нужно разбираться. Нужно разбираться в тем, что это такое. Что это означает и какие у этого коды. Вот. Можно ли это сделать? Разобраться? Да. Сложно ли это? Нет, не сложно, но потребует какого-то времени, потребует каких-то усилий и затрат. С вашей стороны. Как минимум. Ну, и с стороны психолога, который будет с вами работать на эту тему, естественно, ну, естественно, тоже. Это нормально. По-другому никак не получится. Вот. Да и, в общем, не нужно, не нужно, чтобы получалось. Хорошо, что есть так. Самые усилия, они, как правило, вознаграждают человека. То есть, если человек, ну, предпринимает какие-то действия, да, если человек предпринимает какие-то действия, какие-то шаги, чтобы чего-то достичь, то результат обязательно его радует. И, собственно говоря, если результат человека радует, то он начинает ценить и себя самого больше и, в общем-то, более ценностно относится к тому, что делает. Вот. Дальше. Если говорим мы с вами о том, например, что у вас две девушки, да, одна для души, другая для секса, для секса, надо ли лечиться от этого? Ну, если бы вам было сорок лет, то, да, возможно, надо было лечиться. Поскольку вам двадцать один, если я так вот правильно понял, да, поскольку вам двадцать один, то нет, я не думаю, что вам нужно лечиться. Не думаю, что там нужно вообще что-то лечить, потому что двадцать один год, это, в общем, нормально, абсолютно, вот, совершенно нормально. То, что вы, как вы себя ведете, что вы делаете, это абсолютно нормально. Вот. Просто со временем именно сексуальные потребности, может быть, отойдут немножко на задний план, да, вот. И на передний план выступать все-таки духовные связи с людьми, вот, и для вас это уже будет вполне возможно, а, значит, ну, для вас это вполне возможно будет более приемлемо, вот. Вот так, я думаю, вам можно ответить именно на вот ваш вопрос, который вы задаете. То есть не совсем понятно, от чего нужно лечить вообще. А вы говорите, что взаимность не отвечает, хотя я делаю все возможное. Ну, смотрите, здесь определенно есть что-то невротическое у вас, да, то есть вам не отвечает за энергией, хотя вы делаете все возможное. Вы делаете все возможное для чего? Чтобы что? Чтобы привлечь внимание, да, этих вот женщин. А для чего вам привлекать внимание, собственно, их? Почему вы в этом так нуждаетесь, ну, в том, чтобы привлечь внимание этих женщин? Вот об этом подумайте. Ведь совершенно очевидно, что если вас привлекают только 35-ти летние женщины, да, значит, наверное, здесь дело не в симпатии личной, а, наверное, дело здесь в чем-то другом. В чем-то более таком глубоком, находящемся, ну, в контексте подсознания. Вот. А мы даже и в сознании, кто знает. Ну, вот. Традиционные думаются так, что необходимо определиться с целью и корректировать ваше поведение. Вот. Именно поведение корректировать нужно. Что есть? Иными словами, да, чего я хочу? Что мне нужно? Что мне нужно? Для чего мне это нужно? Да? Что это вот? Для чего? Мне нужны эти женщины. Зачем? Ну, не отвечает она мне взаимностью. Ну и что? Я-то делаю все возможные. Зачем? Я отчаянно пытаюсь привлечь внимание этих женщин. Вот. Тоже важный аспект. Для чего я так стараюсь привлечь внимание этих женщин. Вот. Понимаете? Такая история. Такая история. Вот. А это важно. На самом деле. Ва-важно. Потому что это ваша-ваша мотивация. Мотивация. Мотивация это то, что руководит вашей жизнью. Вот. И я думаю, что понять ее нужно хотя бы для того, чтобы контролировать свою жизнь. Вот. Ну, исходя из того, что говорит нам психологическая наука, у вас явные проблемы, значит, либо с родителями, либо с мальчиками. Ну, то есть, с мужчинами, да? То есть, вы боитесь. Причем, нужно понимать, что дело здесь не в самом выборе партнера. Он может быть как кем угодно именно партнер. А дело здесь именно в том, что партнеры, они старше намного. Вот в этом дело. Вот. Ну, скорее всего, я так думаю, что с мамой у вас трудности какие-то были. Может быть, может быть, внимания не хватало маминого вам и, может быть, даже не хватает до сих пор маминого внимания. Вот. Кто знает, но тем не менее. Поэтому, если говорить о том, что корректировать, да? Если говорить о том, что лечить, вот, говоря о вашей терминологии, да? Если говорить о том, что лечить, то я, на самом деле, обратил бы внимание исключительно, вот, исключительно на то, что все, абсолютно все женщины, которые вам нравятся, сильно старше вас. Вот я бы, я бы обратил внимание исключительно только на это. И корректировал бы, соответственно, тоже только это. Это разбор детско-родительских отношений. Вот. Ну и, так скажем, ценностный, ценностный ориентир тоже, тоже, весьма важен. Именно ценностный ориентир. То есть, ориентир по, непосредственно, ценностям. То есть, что для вас важно, что для вас в самую первую очередь важно в отношениях и так далее. То есть, такой вот момент, я бы тоже на него предложил бы обратить самое пристальное внимание. Вот. А так, ну, я вам могу сказать, что психолог не врач. Вот. Не знаю, к сожалению или к счастью, но психолог не врач. И мы никого не лечим. Вот. Мы не занимаемся лечением. Вот. Мы помогаем, консультируем, помогаем разобраться с сложностями у людей, с проблемами у людей. Вот это вот мы делаем. Вот. А лечить это к врачам. Значит, психотерапевтам, психиатрам, либо клиническим психологам. Вот это вот к ним. Это вот то, что я могу вам сказать, исходя из того, что вы написали. Вот. Что вам делать? Сейчас, я думаю, что сейчас обратите внимание именно на аспект возраста. То есть, ну, что для вас, какое значение для вас имеет возраст партнера вашего. Вот. Обратите внимание на возраст. Соответственно, в этом направлении вам нужно копать. А так живите. Пока как живёте, всё, я думаю, будет со временем у вас. То есть, если есть какие-то проблемы с уверенностью в себе, то это... Это корректируется. Это корректируется и это разбирается. Вот. Ага. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр!